И вот, поднявшись на третий этаж, сразу вы соприкасаетесь в рабочий офис. Соответственно, это красивый аквариум. УСЭ для РСБ ПДРУ. От учебы в компании Астры, YouTube, Оскар. Как ранее озвучивал, компания Оскар. С нами вместе работают. Пошли. Да, дорогой, дорогой, Светлана. А вот, вот, представляю, представляю вам огромнейшую компанию. Как мы могли вас видеть, у нас в гостях, наконец-то дождались. Прошло три года, ребята. Это часть команды, почему? Да, у нас стало больше. Стало больше, да, у нас еще больше. Еще. То есть показываем рабочие будни компании, наши менеджеры, которые так или иначе объясняют вам, рассказывают, с вами созваниваются, ну и многое другое. Смотрите, как они технически оснащены. Скажите мне, пожалуйста, в какой компании, в какой компании вообще все узнать будет происходить? Ну, в какой? Киршин? Нарекс? Штубай? Фэйл? Я думаю, нет. Посмотрите на эти сияющие улыбки. И улыбки же не от того, что не видят меня. Потому что они вообще по жизни такие. Ну, что вы расскажете, девушки? Расскажите что-то. Ну, немножко чуть-чуть. О компании. Ну, тем более, многие лица я вижу впервые. Ну, определенных девушек я уже знаю. Это по учебному центру, соответственно. Что вы можете рассказать о компании? Львовь Ивановна? Да, ну, на самом деле, с предыдущего видео, когда вы у нас снимали, были в гостях, пришло аж три года. На самом деле, очень много сделано. Да, мы запустили и один учебный центр. Позже мы его расширили международного формата. Сейчас, к сожалению, вовсе есть карантин. То есть, да, занятия физически не проводятся. Но в любом случае у нас сейчас в запуске какой проект? Это именно онлайн-обучение, онлайн-курсы, онлайн-занятия, соответственно. И мы хотим, на самом деле, быть полезны каждому, чтобы каждый участник и желающий обучиться резьбе, он не только был именно из Украины, да. А также именно мы сможем предоставить возможность обучаться и осваивать новые хобби. Это людям, которые находятся за границей, в любой точке мира. То есть, вот эта техника, которая, уникальная техника преподает Адольф, да, она будет доступна каждому, в любой точке мира. Это не высокосказанные слова, потому что техника в самом деле, которая позиционируется, предоставляется, она несет в себе такой глубокий некий корень отличительности. Как бы здесь ни возражалось, что бы там ни говорилось, как бы ни критиковалось, что бы ни рассуждалось, мировая практика четко и ясно показывает, что комбинированная геометрическая резьба – это в самом деле вид общий другой. И главное, говоря все данное, не только я, представители и руководство компании «Стрейк», менеджеры компании «Стрейк», они прекрасно видят отличительность, они видят, в чем состоит разница. Даже в том элементальном процессе мы не показываем мастер-класс, мы больше наставляем, мы больше образовываем, так как наши первые шаги начинаются. Это не с осваивания орнаментария, а в частности осваивание чего? Техники безопасности. Это внимательность работы, это изучение инструментальной части, это древесина, это металлы, это материаловедники, это спецтехнология. Об этом все можно, как говорится, неустанно говорить, бесконечно говорить, но я разделаюсь, немножко похожу. Очень важно, очень ключевое следующее, что каждый наш сотрудник, каждый наш менеджер, который присутствует в отделе продаж, он проходит техническое оснащение. То есть он изначально проходит технику, которая преподает навыки, какие-то первоначальные азы, которые нужны. Для чего? Для того, чтобы каждому из людей, кто хочет начать обучаться, был полезен чем? В первую очередь советом, чтобы качественно подобрал все то необходимое, в первую очередь, что ему понадобится для первых каких-то уроков и занятий. То есть в любом случае никто не подбирает какой-то лишний набор, лишний инструмент для того, чтобы составить какую-то объемную покупку и так далее. Нет, наоборот, наши менеджеры приветствуют что? Чтобы начиналось именно с самого, как говорится, стартового минимального набора, чтобы вы пробовали, адаптировались, тестировали, поставили правильно руку. И опять-таки совет каждого из наших менеджеров ценен чем? Потому что они все пропускают через себя. У нас нет никогда сотрудника, кто не умеет, не знает, о чем идет речь. То есть и консультация опять-таки вам будет целевая, нужная и правильная. По этой причине менеджер фактически и наставляется, и вразумляется. По этой причине менеджеру доносится не просто мысль коммерции. Потому что коммерция для нас является не основой. Как я ранее говорил, говорю и буду говорить. Почему? Потому что очень часто всецело компания строит не просто навстречу, не просто входит в положение. Либо как мы буквально вчера, позавчера я там общался с людьми, на предмет чего? Какая компания предоставляет обслуживание инструмента на весь срок его обслуживания? Да, на самом деле мы единственная компания-производитель, которая предоставляет что? Это сервисное бесплатное обслуживание на весь срок службы инструмента. То есть, если вы у нас покупаете, когда вы у нас покупаете инструмент, вы в любом случае к нам можете обратиться на процессе всей эксплуатации. По поводу, если не справитесь, к примеру, самостоятельно заточить инструмент, если нужна будет какая-то замена. В любом случае, мы всегда на связи, мы всегда приветствуем ваше обращение и всячески стараемся быть полезны и помогать именно начинающим. Такого сервиса, такой услуги не предоставляет ни единая компания. Опять-таки, даже вы, если выбираете какой-то бренд международный, вы не обратитесь, у вас не будет возможности обратиться к тому же фейлу, к тому же Киршину, по поводу какого-то возврата, замены, либо переточки, либо заточки инструмента. А чаще всего вы уже знаете, что международная компания как раз-таки предлагает, что да, инструмент, но он не заточен, не доведен настолько, чтобы вы уже сразу получили посылку, либо купили инструмент и сразу приступили к работе. Ну, как показывает, в принципе, вся наша практика, мы, в частности, знакомы не просто с брендами, с винтажом, с теми или иными, мы знакомы реально. В каждой инструментальной части, в каждой определенной компании, будь то Европа, будь то страны постсоверского пространства, есть свои преимущества. Не обязательно, это объективная оценка. Но передают ли компании на переточку инструмент того же Нарекса? Да, мы неодноразово получаем просьбу от начинающих как раз-таки переточить, перезаточить инструмент. Это имеет место, это правда. Потому что в домашних условиях они справиться с этим, к сожалению, не могут. Не могут, не знают как. И ключевая даже ошибка, и не то что ошибка, а ситуация, которая сложена, в чем? Что начинающий, покупая инструмент, на самом деле инструмент предлагается какой? Не заточенный. И если начинающий позарится на что? На какое-то что-то дешевое, какой-то дешевый сегмент, какой-то, как говорится, производитель даже неизвестный, потому что дешевле, и купится на вот это, что дешевле, я себе сам все сделаю, на самом деле с этим инструментом даже невозможно что? Его не переточить, не заточить, не заправить. То есть он предоставлен только на несколько резов, и на этом все. Соответственно, у вас получается следующее. Как говорит поговорка, да, с купе платят дважды. Вы вроде как бы позариваетесь на дешевый инструмент, на дешевую покупку, вы мотивируете себя тем, что этого мне хватит, и я все-таки начинающий, больше мне не надо для начала, я только буду тестировать, пробовать. Но на самом деле вы сталкиваетесь с следующим инструментом. Не режет, соответственно, у вас отпадает всяческий... Даже если не режет, он деформируется, как показывает практика, но есть некие умники. Не вопрос, это не оскорбительность, это такая, знаете, как говорится, прямая констатация факта. Такого, как блогеры показывают, да мол, что там затачивать, да что там, мол, делать. Но в реальном времени что происходит? Не каждый же умеет работать на двигателе, но ведь это так, так. Так, блогеры же не показывают обратную сторону, так сказать, некой медали, что человек, допустим, находится в квартире, он находится на кухне, правильно? Правильно, либо на балконе. У не у каждого есть гараж, не у каждого есть рабочее место. Есть чисто жизненный такой фактор, что вот у меня просто нет, я и не умею. Какой первый шаг? Здесь вопрос не в том, что он столкнулся с рекламой компании Старый, либо со мной, как с Адольфом Юрьевым. Здесь вопрос же не в этом. А вопрос состоит в том, что вот он видел того или иного блогера, и он в самом деле решил попробовать. А пробует каким образом? Согласно тем настановлениям, которые дает тот или иный блогер, который рассказывает и показывает всю простоту тех манипуляций, которые он фактически осуществляет. Но в реальном времени все далеко не так просто, все далеко не так легко. Когда затронули инструментальную часть, Любовь Ивановна, в принципе, больше, чем глобализировала весь этот вопрос, и во всех тонкостях фактически разложила на атомы, бессомненно. Но добавлю, что неспроста выставляются контакты прямые, неспроста фактически наша почта переполнена, неспроста каждое утро начинается с открытия, подчеркиваю, трех телефонов, трех, где основные вопросы. У меня деформированный инструмент, покажите, пожалуйста, ваш инструмент. Показывают далеко не нашего производства инструмента. Задают простые человеческие вопросы. А как лучше сделать? А почему лучше сделать? А в чем проблема? А почему у меня не режет? А почему резал, перестал резать? Я начал это делать, но не получается. Параллельно просмотрел ваше видео, почему ваш пложок режет так, а мой не режет так. Правильно, ребята, насущных вопросов весьма очень много. Главное, когда мы поясняем и даем консультативные объяснения и направляем вас, мы ведь не рассматриваем это коммерчески. Мы рассматриваем с точки зрения понимания, с точки зрения стопроцентной отзывчивости. И знаете, я сам такой человек, что независимо периодически, что даже не знает, что это я звоню, либо специально прошу, люди в присутствии меня звонят, любому представителю компании строя, в частности менеджеру, задают порой каверзные вопросы. И что положительно удивляет? Отсутствуют эмоции, отсутствует агрессия. Наоборот, присуща человечность в разумительности. Ребята, кто будет многие смотреть в ютубе, они ровно найдут это подтверждение. Видео снимается не для критики, не для какого-то необъяснимого, громоздкого кляузничества. Мы просто показываем всю вот эту простоту по истечению трех лет, когда мы знакомые и сотрудничаем, работаем гораздо больше, чем три года. У нас уже получается, сколько выходит? Пять лет. Пять лет, ребята, пять лет. Пять лет, как в начальном начинании, когда начиналось, многие в ютубе начинали как писать, ихний проект – это месяц, ихний проект – это полгода, ихний проект – это год, и все. Вы проработаете хотя бы два, три, четыре, пять лет. Ребята, по состоянию на сегодняшний день уже пять лет. Многие наши старые знакомые, кто нас видел в первых шагах в международных выставках, таких как львов, деревообработки и прочее, по состоянию на сегодняшний день, когда приезжают, что они наблюдают? Они шокируются. Шокируются от чего? Что компания не стоит на месте. Компания развивается, компания идет только вперед и вперед и вперед. Отмечу. С основная часть компании менеджеров, здесь нечего говорить, вы все сами видите, вы все сами слышите, потому что невозможно попросить – улыбайтесь, пожалуйста. Они и так улыбаются. Почему? Потому что, прежде всего, сотрудники отбираются по принципу – это профессиональных качеств, раз. Второе – это фактор доброты, что является далеко не маловажным. Все тут добрые. Улыбаемся. То есть, одним словом, девушки. Дальше. Но в особенности я хочу отметить. Почему? Потому что я по сегодняшний день продолжаю для себя это тестировать. именно как раз-таки инструментальную часть компании, и в частности производительную часть. Также продолжаются даваться определенные советы и рекомендации. Сказано не для тех, кто возвеличил себя и считает себя непостижимым мега-мега-мега-мега-мега-мастером. Я, как, в принципе, человек, который обладает в порядке трех тысяч стомесок в мастерской, не меньше, подчеркиваю, разных производителей, разных брендов. Любой металл садится. Любой металл деформируется. Будь то винтаж, будь то современный что – бренд. Является ли приемлемым в работе – да. Является ли отрицательным – нет. Я даже показывал практически моменты Любови Ивановны, где я взял у меня основные профиляры, очень, к примеру, третьи, третьи и пятые, да. Я специально брал фейл третий. Ну, Любовь Ивановна не даст обмануть дальше. Брал по киршину – нет, не буду лукавить. Брал Агис, брал Стрей и брал Шеффилд. Шеффилд и Агис. Я брал Шеффу, по-моему, 18-го столетия. Агис более переходящий в конец 18-го, начало 19-го столетия. Фейл – современный. И, соответственно, Стрей, который компания, в частности, производит. Что я хочу отметить? Прежде всего, вопрос рассматривался не с точки зрения качества. Качество мы оставили это на второй план. Сначала мы рассматривали и изучали это что? Это саму геометрию стамесок. Потому что геометрия стамесок далеко немаловажна. Почему? Потому что одно дело, когда ты работаешь конуснообразной стамеской, которая проработана, которая является облегченной и очень комфортной, и удобной с любой позиционности работы. А другое дело, когда ты берешь рубаколы. Что удобнее, что практичнее. Но сейчас занимаюсь, в принципе, иконостасом. Специально взял определенные профиля. Бренды, винтаж и современность. Много профилей. И вот специально на одном уровне заточенной часть является. Дальше что я сделал? Два месяца работы этими профилями я их не подвожу. Просто не подвожу. Выполняется одинаковая работа. И картинка, картинка, подчеркиваю, весьма не та самая, о которой вы говорите. Либо вы хотите сказать, либо вы хотите прокритиковать. А картинка очень реальная в том, что в этом мире нет ничего совершенного. Западноукраинские краснодеревщики что на это скажут? Ну, вот это бляшанку, потребно взятые, заточитые. Это правда. Это ваши краснодеревщики. Кстати, краснодеревщики это более современное выражение. Почему это? Потому что это поднимет историю. Всегда они назывались кустари, кстати. Хочу отметить. И ознакомьтесь с историей. Ну, ваши шукаринские, как они говорят? Вот это бляшанка, вот это чему так дорого? То есть ключевые вопросы, вот какие вам ставятся? Вот вам в частности. Вот вы дискутируете так или иначе с клиентами. Расскажите немного. Не просто вопрос о компании Стрея. Вот менеджер. Вот Марьяна, расскажи. Нет, Марьяна просто тоже все это, считаешь, как и Диана. Они весьма очень давно в компании, в особенности, начинала компанию, то есть самостоятельно функционировать. Прошло определенное время. В компании появилась, Любовь Ивановна, кто? Диана. Изначально, да, Диана. Первый сотрудник, это фактически по менеджерам. Это был сотрудник Дианы, это правда. Да. А теперь немного просветите. С чем вы вообще сталкиваетесь? Самое первое, вообще самое частое возражение, это какое? Это стоимость инструмента. Это самый первый вопрос. Нет, я давайте вот независимо здесь же вопрос не знаю. А что, давайте вот сразу. Есть рабочие стенды, нагреты, предоставленные инструменты. Давайте вот просто-напросто адъективно порассуждаем. Все зависит, без сомненно, от того, в какой фазе находится, грубо говоря, допустим, мастер. Если это профи, да, вот по сути. Профи особо и не надо объяснять, что ему необходимо, как ему необходимо, почему. Потому что человек, который занимается на постоянном выполнении заказов, у него присутствуют навыки, у него присутствует понимание. Хотя у нас присуща определенная конфиденциальность и невысвечиваемость тех или иных лиц, к чему я это все говорю. Я это все говорю к тому, что многие народные мастера, и не только народные мастера, титулованные с регалиями, как раз таки мастера, обращаются специально за теми или иными профилями, которые компания предоставляет. Это правда. Ихний уровень говорит о том, что если это плохо, почему же они это берут? Для перепродажи – нет. Для воспитанников – да. Для наставления – да. Для той или иной работы – да. Бессомненно. А теперь по факту. Примеры. Я возьму свой обучий сегмент, чем я пользуюсь. Беру, к примеру, клюкарзу. У меня их идет от логих клюкарз – три штуки в работе. Я выполняю вот этими клюкарзами, в частности, стилизованные листы, да, виноградные. Все говорится не к тому, что получается где-то получить осуждение к критику. Хотя какое осуждение к критику? Как я приводил на занятиях примеры. Как я вообще получил заказ на иконостас? Получил очень банально просто. Батюшка увидел, посмотрел, задал ключевой вопрос. Что это? Я говорю, это мое видение виноградных листов. Он посмотрел и просто сказал. Адольф, я тебя благословляю на работу и был согласован в проект. А вот теперь у меня ключевой вопрос. Вот вы все такие титулованные в особенности, народные мастера и многое другое. Вы рассуждаете на предмет того, что так, что не так. Если это не так, почему тогда я получаю благословение на работу? Почему тогда батюшка говорит ровно о том, святой отец, что это больше, чем то, что надо? В этом и состоит ответ. Но сейчас не об этом. Используя три клюкарзы в работах по листикам, я пользуюсь, закончив иконостас головки, я его делал почти три года. Резал, сейчас я делаю другой иконостас. Я в порядке четыре с половиной года, я пользуюсь конкретно тремя такими клюкарзами. Скажите мне, пожалуйста, три с половиной года это показатель? Я думаю, что да. Убились стамески? Нет. Садятся ли стамески? Да, садятся, не без этого. Если какие-то определенные деформации, либо износ, ну как деформации? Стамеска, если у меня сильно, очень сильно потупилась, что я делаю? Я ее подправляю. Подправляю, подчеркиваю, не на двигателях, а подправляю этот профильный брусок. Соответственно, это наждачная бумага. Я просто-напросто подвел и все для себя полирнул. Ребята, выполнив колоссальный объем работы, и в принципе у меня шло в порядке где-то там 100-150 листов, даже в порядке до двух сотых. И стамески в последний день функционируют, как можно говорить о том, что это плохо. Это в принципе практически. Дальше. Активно я использую, вот активно, использую это полукруглые профиля. Вот именно полукруги. Это чуть не совсем полукруг, но принцип данный. Так я пользуюсь в рамках пяти лет. Какие у меня нарекания? Садятся ли они? Ну да, садятся. Отламывается у меня что-то, не буду лукавить. Есть такие моменты, когда присущи человеческий фактор. Что может быть в самом начале что-то деформировать. Не без этого. Не без этого. Но является ли это критичным? Нет. Почему? Потому что положив стамеску ровно, просто ее сбил, подчеркиваю, без применения двигателя, перевернул профиль, подвел, подвел, внутреннюю часть подвел, на профильном бруске, все, оно у меня работает. Таким образом я работаю пять лет своими ключевыми полукруглыми стамесками. А доктор Юрьев, вот как раз как заточить инструмент в домашних условиях, это самый частый вопрос, который мы получаем от клиентов. Мы сегодня снимем на этот счет специальный видеоролик, детальный, подробный, относительно полукруглых профилей и специально относительно угловых профилей, где четко, ясно, просто развернув всю картину, вам покажу не просто, как и рекомендацию. И менеджеры фактически под каждого клиента будут прилагать все данное, что будет вас наставлять, выразумлять и прежде всего подсказывать. Потому что, как, кстати, показал такой некий мониторинг, в особенности в соцсетях и часто в Ютубе, я же вижу, даже где я показал, в частности, как делается нож-флажок. Да, этот видеоролик можно было вместить в рамках скольки, сейчас вам скажу, буквально 10 минут. Но люди меня попросили о чем? Попросили, сказали, развернуто покажите прямо, прямо повторяйте определенные слова, чтобы это вбить в голову. Вот это я и сделал. Может, это порой нудно, я согласен, но зато это вырезается не путем слов «паразиты», нет, но путем именно конкретно того самого опыта, который есть у меня. И прежде всего, я не делюсь с вами им коммерчески, кто лично меня знает, кто в контакте со мной, кто в видеоформате, кто в консультативных моментах. Я прежде всего по-человечески отношусь. И, кстати, порой и часто этим злоупотребляют. Идем дальше. Здесь нечего говорить. Здесь все факт налицо, потому что мы всем этим работаем. Есть определенные такие, некие нововведения. Это, значит, по ударным профилям, которые с технической части производственный сектор начал более их укрепощенно фактически производить. В первых шагах были определенные нарекания, не без этого было такое. Но я специально по этим профилям тоже отснял у себя видеоролик, где я, по черту, не работал, а именно бомбил профиль на предмет того, чтобы его убить. Вот именно убить. То, скажу как есть, рабочая часть повела себя позитивно. Просто позитивно. Как там даже говорили, это что вы шмарели, я даже ролик снимал, где мы специально для себя отрабатывали принцип всей закалки, отпуски, стабилизации металла. Где я не взял ясень. Я взял конкретно колоду дуба. Я взял конкретно торец. Я взял, согласно под тем нареканиям, даже не рельефный инструмент. Я взял нашу линейку. Конкретно то, что предназначено в целевом порядке для геометрической комбинированной геометрической резьбы. И что я сделал? Я поставил и начал тупо бить. Где четко и ясно показалось, что оно режет. Не было никакого монтажа, потому что там все видно. Где сразу с тортовой части я перешел на липу. И где режется липа. Так скажите мне, пожалуйста, как после всего данного можно вообще что-то говорить? Опять-таки в эту тему хочу добавить следующее. Что вот за три года, когда вы последний раз были у нас в гостях, на самом деле мы расширились не только по количеству участников в команде. То есть не только по отделу продаж, не только по отделу производства. Не только по отделу речи, когда на самом деле, которые именно у нас находятся в штате. Но мы опять-таки усовершенствовали термообработку нашего инструмента. Как раз-таки за этот период мы на самом деле запустили то, о чем говорили в самом начале. О чем? Это опять-таки что? Инновационный инструмент, о котором вы делали презентацию и озвучивали, что это все-таки будет. Будет единственное, именно никто больше этого не делал, никто раньше этого не делал. И вы являетесь первооснователем и единственным разработчиком данным. И дело в том, что вот буквально же, кстати, перед отъездом к вам сюда в гости, вот же звонили люди, даже они мне говорили. Я им говорю, понимаете, я вам даже не буду советовать. Они говорят, почему же? Они говорят, потому что мы долго смотрели, долго думали. Я говорю, ну вот представьте, вы работаете одной угловой стамески, а здесь у вас два профера. Они такие, ну начинают, я с ними уже, мы еще с учебного центра с ними занимаемся. Они говорят, в принципе, постигнув линию, мы понимаем, понимаем, что это просто другое. Да, вот это именно другое. Потому что это в самом деле другое. Нелепо, как минимум, говорить о том, что зачем оно надо. Если оно вам не надо, значит оно вам не надо. Если вы развиваетесь в направлении комбинированности, то угловые стамески двойные и, соответственно, полукруглые двойные, это такой некий совсем другой виток. Совсем другой виток. Вы увидели, что именно этого инструмента не хватает вашей техники, что его надо, но произвести, кстати, не каждый сможет. В домашнем условии это невозможно произвести. Потому что, когда затачивается этот профиль, вот это я и разъяснял, чтобы вы понимали, что только чтобы вывести мастер на производстве по заточке, по заточке может тратить от 5 до 9 часов. Это не высоко сказанное, я вам говорю, как оно есть. Это реально от 5 до 9 часов. 5 часов, это я назвал, если он будет не подниматься, есть кусочек досточек просто. Это просто другое. Это просто другое. Когда работаешь, это не на досточках, это работает на больших поверхностях. И процесс формирования именно орнаментария, это вообще такой момент очень уникальный. Интересная вещь. Его не только стоит иметь в арсенале, но его стоит для себя опробовать. Что мы еще отметим? В любом слове, кто нас в принципе не знает, вы прекрасно знаете, что мы можем целый день таким образом разговаривать. Разговаривать, показывать, обсуждать. Главное не преувеличивать. Потому что все тайное, рано или поздно, становится явным. То есть преувеличение просто-напросто чисто технически быть не может. Что еще, ребята, вам скажут? Адольф Юрьевич, также хочу воспользоваться возможностью и спросить... Деревятый привет! И хочу задать один из самых-самых часто задаваемых вопросов в наших клиентах. Это сколько нужно инструментов, чтобы начать резьбу? То есть к нам приходит новичок, он хочет начать резьбу. И всегда вопрос. Ну сколько же... Всегда хотят чем побольше инструментов? 30 штук, 20 штук. Мы объясняем, ну зачем? Ну то есть вы же только начинающие, и вам нужно сначала немножко начинать тренировать руку. Сколько же нужно инструментов? Правильно. Это дело в том, что они просто примерный вопрос, либо ключевой. Многие ведь показывают. Ну правда-правда. Но ведь все больше и больше ребят, которые даже мы фактически когда канал создали на ютубе, как получилось? Я прежде всего некоммерчески делился чем? Я на эту тему разговаривал, разговаривал по сраням. Я некоммерчески просто начал показывать. Я показывать начал, что, поймите правильно, ребята, геометрическое резьбу не может заключаться в тех позиционностях, которые формировались на протяжении не одного столетия, где вы ввели понятие 8, 6, 14, 12 приемов, 16. Потому что это такой некий абсурд. Разделили на некие такие разграничения, как? Ну вы понимаете, вот это геометрично-классичная резьба. В плане. Ну как, это классично-геометрическая резьба? Само понятие, оно так должно быть, это просто навешанный ярлык. Резьба по дереву, и спокойно рекорд, даже когда здесь 17-е столетие, вернемся назад, 15-е столетие, когда те же варвары в свое время просто сказали, мы ведем стилистику как готика, что сделали? Посмеялись, улыбались, порицали и прочее. Неотъявленная часть готики в архитектурных построениях, которые мы наблюдаем в сегодняшний день. Я не хочу углубляться просто-напросто в историю. Сама суть, что выходилось, прежде всего, это некоммерчески. Дальше. Осуществляется ли мной мониторинг того же Ютуба, и не просто того или иного? Да, осуществляется. Мне просто интересно. Здесь не с точки зрения порицания. Мне даже это порой неинтересно. Я вижу, что человек старается видеть первоначальных шагов, некий блогер, да, он старается что-то делать. Где-то подростки, где-то более взрослые ребята. Я ему даже вопрос не в лайке, вопрос в том, что ты уделил внимание, потому что он тратил свое время. Но я просто поражаюсь другому. Когда, разработав инструментальную часть для комбинированной геометрической резьбы, она же разработана не с точки зрения функционала, функционал само собой. Длина рукояти, длина лезвия, она прежде всего была мной продумана с точки зрения техники безопасности. А техника безопасности, это является основой основ. Человек должен начинать не с того, что он должен, как правильно вы заметили, что максимально набраться инструмента. Всегда вы должны осознавать и понимать главное. А главным является, это прежде всего, адаптационный момент в направлении чего? Не в осваивании орнаментария, не в осваивании красивого узора, более практическое слово применю, не осваивание какой-то глобализированной стилистики, которая вам будет объяснять, вы должны понять пластику. Смоделируем. Я вообще, 22 в этом, я человек, который не имеет представления, что получается, натыкаясь над блогера, где он производит эскизное формирование того или иного проекта своего, у него лежат те или иные позиции в инструментальной части, и он говорит, поймите правильно, вы ваш первый шаг должны делать и понимать пластику. Ну вот вы даже вдумаетесь. Да, человек может, бессомненно, понимать частично значение слова пластики. Кто-то может просто относиться к этому слову просто как к слову. Кто-то вообще смотрит и думает, о чем он вообще. А вот, если провести практическую параллель между первоначально сказанным и следующим, ребята, резьба по дереву, уверяю, вы это можете. Уверяю, это может каждый. Человек уже, соответственно, иначе это рассматривает. Вот просто иначе. Почему? Потому что, если углубиться в корень самой психологии человека и фактически поставить себя на его место, потому что я так и делаю. Потому что даже когда идет разъяснительность, я, прежде всего, разъясняю не по шаблону. Я разъясняю по состоянию, потому что я стараюсь проникаться. Проникаться, подчеркиваю, именно в это состояние. И я понимаю, чувствую, что этот человек именно чувствует. Потому что первоначально у него возникает фактор внутренний, хотя он этого не покажет. А мне это не получится, я это не могу. Потому что он так и есть. Но я тот самый человек, который просто развеивает это все посредством практических примеров. Только примеров не того, что вы давайте сразу сформируем орнаментарий. Нет, нет. Орнаментарий это все будет посредством. Самое важное, самый первоначальный шаг это 100% осваивание техники безопасности, в которые заложено это процесс формирования самой руки. Это где вы к вопросу подходите не силовым путем, а техническим путем. Да, для этого необходимо отнести время, чтобы технически работать. Технически. Но это стоит того. Потому что это основы основ. Для осваивания и постановки руки хватает буквально 4 предмета. 4. Если вы научитесь работать четырьмя предметами с учетом взаимодействия двух рук, через некоторое время, я уверяю, вы будете виртуозными. Потому что, когда вы понимаете, что такое профиль и как им работается, не является проблемой выполнить чисто технически тот или иной орнаментарий. Не забивайте себе в голову, что я не умею рисовать. Я вас уверяю, как показывает практика, это не совсем главный момент. Главным моментом является тогда, когда вы закончили скульптурный, и вам будет предстоять выполнять стильные мегапроекты. Тогда, да, без сомнения, вы изучаете корень и вопросы. А когда в домашнем уровне у вас есть ноутбук, вы просто присели, залипли на рекламу, тут же рад. Слышь, прикольно. Это я сейчас ровно озвучил что? Я озвучил то, как оно в жизни происходит. Будто в комнате сидит, ребенок играется, жена что-то делает. Будто на кухне сидит, выскочила реклама. Будто YouTube, будто еще какой-то там социальный блог и прочее. Слышь, мотарио. Ну да, прикольно. Оно. Телефоны, контакты. Хорошо. Набрал, алё, да. Менеджер Диана. Ну да. Ага, даже так можно. У меня вот система скидок предусмотрена. Ну это, оно происходит так. Где-то в этом просто, просто, ну да, я с улыбкой это все говорю. Ровно вот так оно и происходит. Дальше, по модели, проходит, если это в рамках нашей страны, Украины, потому что представительство точно так же в разных странах. и в представительстве в разных странах предоставляется все то, что мы сейчас наблюдаем перед собой и не только перед собой. Инструментальные части, заготовки, и наставительность, и разъяснительность. Даже Питер, Алексей, передаю привет, который в последнее время заактивничал в форме разъяснительности. А я вам покажу, ребята. А я вам расскажу. Для того, чтобы говорить, просвещать и наставлять, необходимо основательно изучать этот вопрос. Не с точки зрения чтения литературы, потому что литература это размытое понятие. А с точки зрения познания всей глубины. Но все же. Ему пришло... Нет, сейчас, секунду. Ему пришло. Ему пришло. Вот он получил, да. Что он делает? Он не сталкивается с Эдольфом Юрьевым. Не надо. Это все потом. Они потом все приходят, эти ребята. Я это все прекрасно вижу. И он начинает делать. Так. Угу. Хорошо. Угу. Эскиз. Такие великолепные блогеры. Они сразу эскиз могут выложить. Вы что, припоцанные? Какие эскизы? Какие эскизы? Нельзя эскизы прилагать, потому что человек не думает. Человек не думает. Человек может зрительно запитываться. Это не оскорбление в чуту сторону. Не делайте этого. Потому что тем самым, если я углублю сейчас в историю, до периода времени возрождения, в этот период времени возрождения произошел переломный момент. Потому что мастера поотсекали многие, многие, именно путь самовыражения в момент возрождения, который произошел после 17-го столетия. И тем самым отсекли как раз таки принципы не симметрии, а асимметрии. Асимметричных вещей, построений, выражений и ту мысль, которую они хотели донести. Зрительно, да, рекомендуется напитываться. Зрительно. Пошагово шагать, не вопрос. Осваивать простое, элементарное. Человек, соответственно, это берет, осваивает и, соответственно, к этому приходит. Но первый шаг увидел, карандаш, линия, линия, линия. Никто ж там в Ютубе не показывает, что на этом нельзя работать. Я же создаю сейчас практическую модель. Вот он сел на кухне, он же посмотрел таких ребят, которые вот это все показывают. Он берет и думает, и так начну. Бам! Вторая Богородская школа может объяснить, закрепить и деталь. Но на кухне, да, он возьмет струбцину и возьмет киямку и начнет условно долбить. Жена скажет, выйдя сюда, к примеру условно. То есть первый шаг или начинается с элементарных вещей. Почему фактически разработанный первоначальный для первых шагов это четыре предмета. А четыре предмета это осваивание. Это прорезнуло флажка, это нарезнуло флажка с наклоном, это соответственно угловой коротыш, это соответственно полукруглый коротыш. И где мы работаем кистью, где мы взаимодействуем двумя руками. Соответственно, соответственно, по данным моментам есть стопроцентная рекомендация, где мы составили рельефный набор минимального характера, который идет постепенно и вспомогателем служит к инструментальной части для геометрии и соответственно рельефной. Потому что он уже вас выводит в более расширенную комбинированность. Ребята, то есть я могу об этом долго, те, кто в особенности меня... Так все-таки ваша рекомендация начинающим? Стоит начинать у нас с профессионального набора какого-то инструмента? А что такое еще понятие профессионального? Или с какого-то подешевле где-то поискать и так далее? Какая ваша рекомендация? В Киеве неоднократно я говорил, что те, кто начинают ровно Алиэкспресс, ровно они покупают профиля, они приносили в учебное заведение эти профиля, и ровно мы все это видели в правде, в реальности. Где профиля, во-первых, с точки зрения технической части изготовления являются недопустимыми, почему автоматически приводит это к тому, что они не могут выполнить поставленные задачи. Вот не могут, это право. Они точно так же шважжи просят, переточите нам, пожалуйста, а что перетачивать? Вот ключевой план, а что перетачивать? Хорошо, на, тебе перетачили, вернули. Потому что металл на предмет по твердости единиц никто не проверяет. Ну правда, правда. Почему? Потому что это больше преимущество на коммерческие проекты, которые предоставляют те или иные. Потому что на сегодняшний день что делают? Берут в Китай, заказывают инструмент те или иные предприимчивые ребята и предоставляют его куда? На рынок нашей страны, не только нашей страны. В конечном результате, когда человек все же, вопреки всему, он даже взял один профиль, просто-напросто, он попробовал резать и резать, и что получилось? У него получается он острый, он заточенный. Фу, ничего себе, фу, жара, можно сказать. Так ему еще дают кучу советов, кучу видеоматериала, которые его тупо наставят и не оставят одного. Потому что тогда, когда купив условно-китайский инструмент, с чем человек сталкивается, он начинает посмотреть, а где же советы, а где же это, оттуда, прекрасные блогеры, которые объясняют. Понимаете, в чем дело? Ничего страшного, не расстраивайтесь, что у вас китайский инструмент. Да, есть нюансы. Я вам сейчас объясню, как это все надо сделать практически. Я сам думаю, а ну залипнул. Вот просто залипну, проанализирую, посижу, посмотрю. И тут пошла такая глубинная, глубинная именно массированная информационная подача, в которой состоит. Итак, ребята, нам понадобится двигатель. Думаю, ну да, хорошо. Итак, нам понадобится печь, муфельная, либо если не муфельная печь, нам понадобится газовая горелка, которой мы сможем нагреть металл, и чисто технически он объясняет, что мы должны увидеть малиновый цвет. Это мы все сделали, поместили мы воду либо в масло. Я такой сам себе прикидываю, фу, жира, вот это я столкнулся, решу для себя попробовать. Так подождите, вы ведете, если какие-то каналы определенные самоделок, то есть это вообще не вопрос. Есть еще такие ребята, как говорится, где самоделки, и многое там очень в самом деле, и полезно, интересно смотреть, почему? Потому что оно информативно, очень информативно. Я не хочу ребят, этих блогеров отмечать, потому что они и так для всех известны, в особенности постсоветского пространства, по-моему, в России, где показывают вот этот багаж знаний, багаж знаний, где они просто выливают людям информационно, что человек хочет пробует, хочет не пробует, ну то есть одним словом. Мы же в свое время, мы просто-напросто предоставляем практическую сторону того, где человек, и как показывает мировая практика, где в самом деле с людьми занимаешься, где наставляешь, где даешь, как говорится, вот это вот все, что выходит? Что люди делают первые шаги, обладая четырьмя предметами, где имеют элементарные знания и познания в данном вопросе, берут элементарную заготовку, и в конечной фазе, что они делают, Любовь Ивановна? Они продают свои проекты и получают за это возблагодарение. Это уже ни для кого не секрет. Вернуться 5-6 лет назад, если и тогда мониторился, допустим, рынок, мы четко ясно видели, что отсутствие сложности в орнаментарии, отсутствие даже применения бортовой части избы, отсутствие каких-то комбинированных оформительностей. Почему? Потому что основной принцип был поставлен на классическую геометрическую резьбу. Первое. Второе, это на художественные орнаментарии, этим все забили. Игра цветов не происходила, комбинированность и насыщение, глобализация орнаментария этого не происходила. Это правда. Это правда. Я прежде всего показываю вам варианты. Если бы я хотел формировать в будущем людей, которые бы были роботами, то возможно бы я вам бы вообще показывал принцип всего цикла. Но я больше сторонник того, чтобы, ребята, вот вам отрезок данного. Вот вам отрезок данного. Вот вам отрезок данного. Правильно. Вот здесь им надо включить мозги. Именно. Чтобы произвести положение, какое? Объединение. Потому что тогда, когда мы объединяем, комбинируем, и умноженное на вашу такую некую моделированность, моделированность того или иного, вы тогда будете что-то создавать не просто авторское самовооружение, а такое очень весьма очень глубокое. Одним словом, об этом я могу долго не устанавливать. Да, но хочу добавить, как раз таки, мы же готовим именно такой, как бы, онлайн-курс, онлайн-проект, как раз таки, для начинающих. Что в домашних условиях, при минимальном комплекте набора, при грибовой заготовке, изначально с досточки, да. А также именно... я перейдил занятие, вы же знаете, я сейчас занимаюсь с европейцами в онлайн-формате, точно так же по Украине, ребят, с которыми занимаешься, специально я вел подключение, это в частности Любовь Ивановна, чтобы она вот в реальности увидела, как происходит вообще занятие. Ребята, тот багаж информации, который просто по информативности просто выливается, даётся, разъясняется. Пощеркиваю, не мастер-класс, потому что мы должны чёрто и ясно понимать значение слова мастер-класс. Мастер-класс, то есть я как мастер показывал вам класс своей работы, вы берёте, пробуете, не пробуете. У нас более образовательный уклон, именно образовательный, потому что мы затрагиваем всё, материалы видения, спецтехнологии и прочего. Но когда сейчас в особенности с немцами занимаешься, видишь, что конечные результаты того, что сейчас человек, Он сейчас именно реально делает и начинает получать, потому что мы сейчас работаем, я вчера буквально объяснял, рассказывал, сейчас мы начинаем уже рассматривать по Германии коммерческий проект в работе этого воспитанника, где он выполняет по заказам. И где нет понятия правильно-неправильно, потому что, как ранее я сказал, это просто ярлыки, есть понятие эстетики. А что такое эстетика? Это красиво. Это просто красиво. Вопросы не в том, что и как вы сделаете, чем вы это сделаете. Вопросы в том, что это красиво. Это все, это просто вам помогает. И главное, когда это помогает, и если где-то это что-то деформируется, мы те самые люди, как я говорил, годы, два, три, четыре, пять лет назад, мы те самые люди, которые отвечают за то, что мы делаем. В наше время, в нашей жизни это далеко не маловажно, потому что многие делают и не готовы отвечать за то, что они делают. Они готовы сделать и не понести ответственности. Они готовы сделать, ну и так сойдет. У нас это просто не проходит такой номер. Одним словом, ребята, друзья, коллеги, все данное и сказано, и показано, и, как говорится, высвечено не с точки зрения определенного порицания. Прошло три года, приехал, показал вам реальную действующую команду, аюстры, компания Стры. Так что, вот такие вот менеджеры, и показал вам специально в реальности, с кем вы сталкиваетесь в разговоре. Но там есть еще один офис, мы его пока здесь не показываем, потому что команда в самом деле большая. Менеджеры, производственный сектор и инструментальные части, у меня в деревянной части 22 человека. Отдел производства 18 человек, отдел продаж это 10 человек. То есть команда на самом деле у нас большая. Опять-таки по тему представительства, что Адольфа затронул, да, у нас за это время расширились в количестве дополнительно 5 стран. То есть у нас добавилась и Чешская республика, да, и Корея, соответственно, Штаты, и та самая Германия, Италия, Греция, да. Поэтому в любом случае мы только идем на расширение, потому что очень много запросов, очень много желающих начать, обучиться. И крутая фишка, что Адольф обучает и показывает, что как легко с нуля, от А до Я, сделать готовое изделие с минимальным количеством инструментов и в кратчайшие сроки. Это очень важно для начинающего, так что справится каждый, и ребенок, и девушка, и женщина, и мужчина, да, и человек даже пенсионного возраста. Кстати, да, как Семенов Карпатов показал по практике, да, так и есть. Потому что сколько было воспитанников? 60 лет. Седьмой десяток, он никогда с этим не сталкивался. Представители с этой ассоциацией краснодеревщиков Америки, когда в учебный центр приехал, приехали профи. И приехал профи. И в течение буквально одного часа они отложили свои американские ножи. Отложили. Потому что довел, показал практически. И потом, когда после практики я ему даю их же нож американский, он говорит, ноу-ноу-ноу. Это ведь не подстроено, это правда. Потому что тот, кто столкнулся с системой данной, как показывается и объясняется, тот не захочет другого и иначе. Уверяю вас. А уверяя в данном, это прежде всего не высокосказанные слова, это о душе и сердце говорится, то, что есть в жизни, то, что есть в практике. Итак, друзья и коллеги, смотрим дальше, задаем вопросы. Потому что проектов очень много. Дай Бог, чтобы через ближайшее время карантин фактически уже прошел. Чтобы вы все оставились в здравии, в благополучии, чтобы ваши семьи не болели. И дальше очень много проектов. Потому что учебный центр, как показала практика, это такой... Это вопрос даже не в проекте. Это вопрос в том, что когда посещают массово люди, потому что занятия происходят пятницу, субботу, воскресенье, ну, включительно все рассматривается, что это вообще на каждодневную программу будет поставлено. Это очень сильно. Это очень радушно. Это все в добре. Это все без никаких эмоций. Да, бессомненно, я строй и согласен. Но моя строгость приводит к тому, что вы показываете хорошие результаты. Потому что, прежде всего, резьба по дереву и первые шаги, вы должны понимать, это ремесло. Это ремесло. Строгость показывает, что вы можете порезать себе руку. Поэтому идет стопроцентная строгость. Потому что надо делать не так, как вы хотите, а так, как вам показывается. Во избежание последующих дальнейших травматизмов. Мы всем коллективом, на самом деле, ждем, как даже закончится вот эта ситуация, да, по стране и миру, что мы сможем позабновить занятия. Поэтому занятия будут. Как только все стабилизируется, мы будем рады вас приветствовать в нашем учебном центре. Мы очень ждем, мы очень соскучились, на самом деле, за каждым, за живым общением, за живыми уроками. Поэтому, как говорит Адольф, дальше будет. Дальше больше. И, как писали люди, мы видели и смотрели, пора начинать уже реальные занятия. Как я отвечал вам в комментариях? Ребята, жизнь и здоровье ваше превыше всего. Следует набраться немножко терпения, и все это будет. Просто имейте терпение. Также специально информационно мы дополнили, что у кого, в самом деле, ребят, кто занимался в Киеве, у кого есть, в самом деле, насущные, не просто вопросы, мы можем рассмотреть такие варианты, не просто рекомендационные. В рамках часа я могу выходить в видеоформат, где просто-напросто мы дорабатываем ваши проекты. Все просто, я говорю, как есть. Итак, смотрим дальше, подписываемся, приветствуем нас всех. До следующих, всем встреч. Всем добра.